Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Абхазии! Мы находимся возле одного из самых известных водопадов в Новом Афоне. И вы слышите, как он звучит и шумит. Сейчас там огромное количество воды, но это на самом деле вход на ЖД-вокзал. Давайте же пройдем и посмотрим вместе с вами на полноводное действие воды и красоты. Ну и шума же, конечно же. Отсюда можно пройти сразу же туда, к Новому Афонскому монастырю и проехать. Монастырь сегодня работает до пяти часов. Мы находимся на парковке, за которую мы заплатили 100 рублей. Вообще стоимость здесь 150. Поторговался, сказали, ну иди. Я сказал, если просто сфоткать, нас вообще пускали бесплатно. Вот такие вот люди, просто без проблем заплатили за парковочку. И с дисконтом сейчас пойдем вам покажем. Быстренько фонтан, озеро и ЖД-вокзал. Это круто. А если нам повезет в поезд, там поезда с такой просто силой приходят и уходят с этого вокзала. Так, в первую очередь, конечно, здесь кидаются в глаза кипарисы. Тут горы вокруг. И вообще сложно поверить, что здесь может находиться ЖД-станция. Но она действительно здесь находится, потому что проходит ЖД-пути. Прямо сквозь горы. Я вам сейчас это все покажу, но все это мы увидим туда дальше впереди. Кипарисовая аллея сюда ведет. Тоже довольно-таки интересное место. Там можно припарковать, кстати, машину в начале этой аллеи абсолютно бесплатно. Сюда, кстати, служебный, видите, только транспорт пускает. Какие потоки воды просто бегут сюда. Это очень круто. Слышно водопад. Он такой бывает крайне редко. Я, честно, счастлив, что мы попали на такое количество влаги. Видите, дождик, конечно же, минус, но в такие моменты ты понимаешь, что это, наверное, даже больше плюс. И здесь дышится просто восхитительно. Здесь у нас находится, кстати, сувенирный рынок. Можно заказать соки. Выпить грейдфрут 0,5. Вино домашнее продается за 500 полторашка. Чача 350. Оречки по 250. Тут Аджиханджа, Чорчхела по 150 продается. Там вот не знаю, по чем не подписано. Разнообразие, короче, достопримечательности в новом Афоне просто зашкаливает. Фундук, пожалуйста. Лимончик апхазский. Сольение разнообразное. Сушеная форма 1 килограмм 350 рублей. Тоже, пожалуйста. Форель готовит. Граждем мы с мясом, сырым творогом. Салатом. Мощные изделия. Что-нибудь хочешь? Мощные изделия хачпури по-царски. Есть по-абгазски. По-царски за 500 стоимость. Изделия первые блюда 200. Хашмаума 250. Пицца за 500. Черный чай по полтиннику. Я кофе не вижу. Самое интересное. Я хотел кофе взять. А кофе нет. Идем дальше. Я очень рад, что наконец-то мне удалось побывать именно в такой момент, когда очень много воды. Здесь мы подходим к старинному храму. Я все жду. Когда-нибудь, может, он откроется для посещения. Но пока до сих пор не работает. Церковь тоже, видите, камушек к камушку. Очень было интересно узнать ее историю. Я всегда прихожу, смотрю. Как прям красота. И очень бы хотелось, конечно, побывать внутри. Может быть, когда-то все-таки в какой-то из приездов она уже будет отреставрирована. И мы сможем с вами ее посетить. Но пока только снаружи. Здесь вот люди, не имея возможности пройти в сам храм, оборудовали вот такое место, куда приносят свечки, крестики, ставят записочки. Тоже огромное количество. Можете увидеть, оставляют в стенах. Здесь считается тоже очень святым местом. Я обожаю кипарисы. Я не знаю, это периметальная форма их. Меня просто пленило, когда впервые увидел. Ну и здесь есть еще пальмы. Тоже такой правильной формы. Очень красивая. С этой стороны находится, если я не ошибаюсь, тут музей. И также электростанция, которая должна была работать. Сверху, видите, по трубам спускалась вода. И создавала, я так понимаю, напор. Здесь горячие напитки предлагают. И... Ух! Просто сила! Сила реки Газпром, да? Фантастика! Я мечтал его увидеть в полную силу. И вот мечта Юрика сбылась, ребята. Это прям нереально круто, друзья мои. Фантастика! Кази очень радует такими видами, такими местами. У меня просто камеру заливает. Приходится протирать. Здесь, видите, мы по трубам также пустили водичку. Она перетекает и создает вот такую стену водопада. Тоже для того, чтобы он был еще интереснее. Там можно было с кафе пройти. Мы, кстати, проходил я вот на это место. Перелазил. Молодцы! Благоустраивают все. Выглядит довольно-таки интересно и круто. Давайте подойдем как можно ближе к самому фонтану. К самому... Не фонтану, а водопаду. Это нереально круто! Вот это сила, ребята! Просто даже не знаю, как прокомментировать. Глух и вода полетела. Со всех сторон сниму вам, потому что виды здесь просто фантастика. Совсем другая картинка. Вот я был, когда водопад был малоботным, это было красиво, но вот это, то, что мы видим сейчас, это, конечно, просто ни в каких сравнений не идет. Это нереальная мощь, нереальная сила. Фантастика! Лайк, ребята! Не забывайте за водопад поставить. Это очень круто и очень сильно. А теперь давайте поднимемся вверх. И вот, больше всего, всегда было интересно, как люди с чемоданами порутся по этим ступенькам, чтобы их преодолеть, те, кто приезжает в Новый Афон. Здесь какой-то вот маршрут, то, что предлагают за рекой еще пройти в келью монаха, но он стоит денег. Мы туда не ходили, там, скорее всего, связи не будет, мы туда и не пойдем. Но сейчас еще немного воды. Смотрите. Как давит в воду. Все. Мы уже заползли. Можно увидеть, как выглядит все это и название. Просто до мурашек, ребята. Это надо прочувствовать, отвечаю. То есть... Чтобы здесь находиться, мне кажется, никакая камера там самыми лучшими объективами не передаст все те эмоции, когда ты стыд, а под тобой вот это количество воды просто летит вниз. Кстати, молодцы. Сделали новое вот это вот, так сказать, соединение, поручни, чтобы люди тут ни в коем случае не падали. И вот такие вот фантастики, когда здесь скала с деревьями. Вах-вах-вах-вах-вах-вах. Кстати, раньше тут можно было пройти. Вон до той стороны жалко, что не реализовали маршрут целиком. Здесь я не могу понять, подсветку, что ли, сделали сюда еще. Да, вот это природа, вот это да. Во-первых, смотрите, 1888 год. Друзья, это дорога на ЖД вокзал. Ну, я думаю, в то время вообще и не парились. Поэтому это самый красивый ЖД вокзал в мире. Я, короче, даже представить не могу. Вот видите, водопадики. И вон ЖД вокзал, чтобы вы понимали. Это действительно он. Здесь вода спадает сверху также. Уходит, видите, поток из-под нас. То есть он оттуда идет. Это та, которая не справляется с электростанцией, наверное. И вот такой вот вид здесь открывается. Ой-ой-ой. Смотрите, вот на эти желтые цветочки. Они очень ждут, чтобы вы к ним приехали. Ну, не дождутся, наверное, потому что вы долго будете ехать. Это станция, будка-смотритель, кстати, находится там наверху. Тут летом можно на катамаранчиков вот на этих поплавать. Тут будут ставить персы для них, чтобы засесть. Блин, как это смотрится. Слушайте, вот желтые такие берега. Очень красиво. Ирина говорит, какая-то сказка. Я рад. Если вы впервые видите со мной эту сказку, это прям вообще фантастик. Фантастик. Мы, причем, находимся сейчас, знаете, в такую погоду очень крутую. То есть, которые люди вот в Анапе сидят и говорят, дождь, что делать в Анапе? Вот, что делать там в Сочи? А нечего делать. А здесь мы приезжаем и гуляем везде. Везде просто гуляем. Там кафешечка снизу. Она современная. Я думаю, что неинтересно нам это очень. Пойдемте наверх. Вот так вот приходит бизнес. Смотрите, какие красиво выглядят. Намагнули эти листочки свежие, как будто цветы. Вверх такие загнулись. Здесь даже перегородили 10 раз, чтобы люди, стой, не заходи в тоннель. Запретная зона. А если обойти? Потому что очень многие лезут в тоннель. А тут же никаких предупреждений нет. И получается, рискует очень сильно жизнь. Там туалет есть мужской, 20 рублей, что ли. Но он закрыт. Вот в этой будочке смотрите, как я и сказал. Но впереди нас ждет шедевр вокзального искусства. Я думаю, если вы впервые здесь, то такого вы даже и представить себе не могли. Смотрите, друзья, просто на эту фантастику. Это же Д-станция. Здесь поезда ходят. То есть, я думаю, тут, когда поезд идет, то так все гремит, трясется. Такие эмоции. У меня есть на канале, ребята, я как-то раз тут встретил приход поезда. И это было что-то с чем-то. Просто такие эмоции, которые советую всем в жизни испытать. Он вылетает. Причем здесь не останавливался. Вылетел оттуда. И улетел туда. И просто тут, тут, и он в какой-то момент соединился. И поезд шел из одной дырки в другую. Ничего не понятно, что происходит. То есть, очень круто. Слушайте, здесь навели порядок. Я могу сказать, стало очень чисто. То есть, конечно, жалко, что нету стекол. Хотя некоторые витражи сохранились. Ну, вот жалко, вот вандалы. Просто вандалы. Потому что такую красоту просто надо сохранять, беречь. Это достояние. То есть, я так понимаю, тут какие-то кассы были, там еще что-то. Станция. Представляете, насколько лет уже прошло. Какие высокие потоки. Просто как это все реализовано. Я бы, честно, восстановил бы. Был бы абхазским президентом. Потому что, ну, такое настолько простое место, куда люди бы приходили. Да и сейчас приходят, да. Ну, не надо дать возможность ей разрушиться. Хочу, чтобы она жила. Просто от души это говорю. Настолько крутое место. Вау. Пойдемте, снаружи этой еще круче. И сюда люди приходят. Просто приходят на станцию. Посмотреть на станцию. Ну, представляете, насколько надо было исполнить такое. Чтобы люди ходили смотреть на ЖД вокзал. Ребята, вы были на ЖД вокзале в Новофоне? Когда мне сказали, я говорю, да ну, что там делать ЖД вокзал. Я еще дурак, что ли, не видел ЖД вокзала. Ну, приходит понимание, что такие ЖД вокзалы надо видеть. Скамейки металлические. Причем, ну, кто-то тащит, ворует просто гады. Понимаете, вот на металл сдает. Смотрите, орнаменты, все в металле. Вот так, если Юра замолкает, мы слышим, где-то издалека там водопад. И все. Сказочное место. Кстати, там вот есть подъезд на машину с той стороны. То есть, сквозь гору есть тоннель. Можно заехать. Ну, что, какие у вас эмоции? Напишите обязательно об этом. Ну, что, у меня эмоции здесь, правда, зашкаливают. Нереально крутое место. Прям вау. Запоминать хочется вот эти моменты навсегда. Встречает наш парк вот такой вот красотой. Честно. Мне очень нравится это место. Оно реставрировано и сделано. Ну, вот, вот, смотрите. Тут целая беседка сейчас зацветет на днях. И будет просто фантастическая красота. Ну, и парк стал одним, наверное, из украшений Нового Афона. Потому что есть раньше, он был такой заброшенный, захолусть. Это сейчас, это место притяжения. Приехать сюда, не погулять в таком парке. Это прям братья сочинские идут. Привет, ребята. Ну, что, как дела? Он нервничает. Говорит, где еда? Да, он говорит, что хлеба не принес? Что за фигня-то? Не вижу. Он приглядывается, но ничего не достает. Дело, Витку, что ты достаешь? О, завилял. О, пошел, пошел. Смотри. Смотри, бумажка. Читать умеешь? Друзья, что написано? Смотри, что там. Туалетная бумага. Так утку еще никто не обманывал. Мне тебе не стыдно. Он понял, ребята, у вас, видите, да нет, читай. Ой, я не могу, смотрите, читай. Ладно, утка, читать ты не умеешь точно. Ребята, не обманывайте птичек. Не будьте, как Ярослав. Здесь, кстати, вот когда я был в прошлый раз, такое количество рыбы было. И весь этот пруд зарастает вот такими вот водорослями. Не знаю, хорошо ли это или плохо, они вот путь, кажется, покрывают его практически полностью. Там вот на центре мы видим черных лебедей, но они к нам не подплывают. И вот посерединке это вот клевенькое такое кафе, на котором тоже очень классно побывать. Конечно, вид просто супер. В Абхазии обалденная природа, смотришь по сторонам. Тут удовольствие, конечно, получать глазам довольно-таки легко и просто. Главное, чтобы с погодой было хорошо. Но, честно, вот обычный зонтик нас спасает. Так прям нет никакого такого нагнетания. Именно вот как у нас, знаете, ветер косой там все. Вот все эти дни мы гуляем под дождем. Да, неудобно, потому что приходится его еще носить. Но вы-то будете ходить не с тремя камерами, да, чтобы все это снимать, показывать, а просто наслаждаться глазами. Вам хватит дождевика. Видите, какая красота, везде валочки, везде скамеечки, мусорки, такие вот мостики красивые. В общем, территория просто фантастическая. Туда дальше там еще один пруд, еще один пруд. Ну, в общем, я вам советую, если вы приедете в Афразию, еще и посетить непосредственно вот этот парк. Он вам очень понравится. Я, ну, прям уверен в этом. Как называется парк? Называется Приморский парк. Вот центральный вход сюда. Такие пальмы красивые. Ну, просто провести время как бы очень хорошо, очень много зелени. Мне прям нравится, как-то все выглядит. Крутяк. В общем, приходите, гуляйте. Самое главное, ребятки, путешествуйте. Это на самом деле важно. Не сидите дома. Ну, ладно. Ну, ладно.